Несколько лет назад можно было удивить кого-то покупкой за границей. Сейчас вряд ли. Раньше я любил лето. А когда понял, что лето можно купить за деньги, я люблю деньги. Люди с различным достатком, кто-то с высоким, убирают снова Таиланд. Только что наше видео получило 18+. Жилье за рубежом – это реально. Где риски, где что, какие недостатки? Это обычная простая история, наверное, каждого риэлтора. Давайте теперь про деньги. Как я стал инвестором – это обычная простая история, наверное, каждого риэлтора, который добился каких-то успехов. Я помогал купить людям квартиры, обещал им энный заработок через год или полтора. Особенно 2020 год нас подтолкнул к тому, чтобы много инвестировать, потому что вот эти льготные ипотеки пошли. И через год все эти люди начали звонить мне с просьбой продать эти квартиры. Оказалось, что плюс везде выше, чем я обещал. И что меня потом больше всего удивило, что эти люди начали спрашивать, а что берем дальше? Вот тогда я понял. Аллилуйя, вот оно зачем все, да? Но самое главное, что я видел, сколько люди зарабатывают на этом. То есть моя комиссия по сравнению с их заработком была очень маленькой. Ты имеешь в виду инвесторы? Сколько зарабатывали инвесторы? Просто за то, что они спросили у меня, куда их денежки положить. Положили, подождали, через год мне позвонили, продали. То есть опять же, да, я все это помогал сделать. И что человек зарабатывает на знания, а это знание даю я. А почему я на этом знании не зарабатываю сам, если я научил этому все свое окружение и всех своих клиентов? И я начал делать так тоже. И стал использовать инвестиционные объекты как некую копилку. Только в копилку мы положили деньги, и потом в какой-то момент мы ее разбивали, если была крышечка, открывали. Но здесь эта копилка еще растет. И потом рассрочка, это ипотека, неважно, закидывая деньги туда. Это понемногу мы, может быть, где-то перезаймем, понимаем, что надо больше заработать. И по итогу, когда заканчивается вся эта история, и вот этот объект 100% стоимости, максимум стоимости набирает, мы понимаем, что мы не просто накопили, мы еще приумножили этот капитал. И в принципе, если бы мы не копили, у нас бы не было запроса столько денег зарабатывать, собирать и так далее. Мы могли бы так не напрягаться, но напрягаясь этот год, немножко, да, чуть более, чем было до этого, мы заработали больше. У нас ресурсов стало больше, потому что мы вот эту там рассрочку или ипотеку старались быстрее закрыть. И я использую это как некую копилку с обязательствами. То есть туда точно надо положить эти деньги, но по итогу, в конце пути это принесет свои дивиденды. Хорошо, давай, ну, во-первых, мы для зрителей скажем, то есть если вдруг вас интересует тема или перехода на новый уровень, я имею в виду на тот уровень, когда вы занимаетесь зарубежной недвижимостью, или вообще конкретно у вас есть клиенты такого плана, которые готовы инвестировать в зарубежную недвижимость, в частности в Таиланд, то, безусловно, там читайте в описании, вся информация есть, и приходите на наш эфир, который мы специально посвятим более детальному обсуждению недвижимости, недвижимости, ну, в данном случае Таиланда, и расскажем, как это можно продавать, как на этом можно зарабатывать, ну, и все остальные вещи, которые обычно сопровождают. И, естественно, ответим на все ваши вопросы. Мне хотелось понять, вот ты побывал в Дубае, на Бали и Таиланде. Почему ты выбрал Таиланд? Почему не Дубай? Сейчас прям все в Дубай поехали. Дубай. Дубай достаточно высокие цены. И мне безумно понравился этот город, хочу сказать. То есть он очень красивый, очень безопасный. У меня нет четкого понимания, как без ограничения количества земли, которая там песок, она должна вырасти сильно в цене, если можно строить еще тысячи лет, делать искусственные пруды, озера, музеи будущего, бывшего, ну, то есть колесо обозрения ставить, парки, все, что хочешь, сколько угодно, и, то есть вот от этих элементов будет зависеть, ну, цена на твой объект. То есть условно, объясняю, человек купил квартиру в рассрочку на несколько лет за 25 миллионов. Почему я у него должен купить ее дороже, чем эти 25 миллионов, чтобы он заработал за полную стоимость, вот прям вот взять вот эти вот 30, да, например, миллионов, отдать ему, если множество застройщиков мне дадут возможность также купить у них в рассрочку, а мои деньги будут дальше работать, то есть в беспроцентную рассрочку и где угодно. Давай я переведу на русский язык, почему должна продаваться вторичка? То есть войти понятно как, вот выйти прям вопрос. Я это слышу не первый раз с тебя, мало того, поскольку страна мусульманская, там нет ипотеки, и вот эта самая рассрочка, это альтернатива. Да. И ипотеки нет на вторичку, на вторичку же нет рассрочки, ты же частное лицо. Да, полная сумма. Это у меня тоже этот большой вопрос, но надеюсь кто-то из коллег из Дубая обратится к нам на канал и расскажет, если мы в чем-то там с Артемом не правы, это какой-то миф и он там легко разбивается, не знаю. Нет, если продавать, есть же инвестиции разные. Если человек покупает эту квартиру для сдачи в аренду, аренда там высокая, окей, вопросов нет, просто перепродать будет сложнее. Ну выйти, заместиться. Опять же не говорим, что это невозможно, это возможно, просто сложно, потому что много будет конкурентов среди застройщиков, которые еще и платят, да, так же. И в данном случае, ну вот мне показалось, что этот рынок достаточно непростой для перепродажи, именно для аренды, да. И другой момент, что в случае, если у человека к окончанию срока оплаты рассрочки, не хватает денег на квартиру за 30 миллионов, то есть вероятность, что всех его сбережений, включая собственное жилье и авто, может не хватить на то, чтобы закрыть такую рассрочку. Дай бог, если бы можно было просто выйти. Вот, и поэтому я посмотрел на рынок Пхукета и выбираю ту недвижимость по силам клиенту, чтобы у него платежи были там каждые полгода там по полтора-два с половиной миллиона рублей, и три миллиона рублей, чтобы он, ну каждый человек, который задумывается хотя бы об инвестициях, он эти деньги сможет за полгода спланировать, где найти. Продать, занять, заработать, переложить. А если эта сумма под 30 миллионов, ну, наверное, это не для всех подходит. Есть люди, для которых это, там, 5-10% их бюджета. Вот, я работаю больше с теми, у кого, там, общий бюджет, там, 7-15 миллионов на одну квартиру, либо их на несколько таких квартир. То есть, условно говоря, в любом миллионнике, ну, там, двушка-трешка. То есть, если у тебя там есть, ты можешь переложиться, ну, как вариант, да? Да, да. Ну, и в Москве даже, возможно, однушка по ценам Москвы. Давай мы будем прыгать с темы на тему. Я все-таки хочу вернуться и так это постепенно развивать эту историю. Смотри, мы там закрыли тему про Дубай в том смысле, что мы понимаем, как туда войти, не понимаем, как выйти. Есть Бали. Почему не Бали? Раз уж ты исследовал рынок недвижимости. Он меня не принял. Не принял? Ну, есть такое выражение, да, остров тебя не принял. В общем, Бали. Я попал на... Оно же сказочное. Сказочное. Да, на самом деле интересный остров, но мне просто самому там не понравилось. Я попал туда в сезон дождей. Я попал туда, когда было очень много людей. Слишком высокая стоимость на все. Ну, то есть, на чашу весов всегда ставишь. Готов ты эти деньги платить или нет? Ну, то есть, очень дорого. При этом ты смотришь на дождь. Узкие очень дороги, пробки. То есть, я не искупался ничего ни разу. То есть, глядя на океан издалека, я не хотел к нему. Обычно море, океан ты видишь, ты бежишь туда. Человек из России, конечно же. Я, кстати, четвертый день в Сочи. Я еще не выходил на море. Такая работа. Ну, вот сегодня как раз дождь. Вот сегодня, если ты увидишь море, ты поймешь, вот какой в море я... Ну, то есть, какой океан я видел на Бали. Точно такое же, туда не хочется прыгнуть. А ты веришь в судьбу? Я в судьбу верю. У тебя вот не приняла погода, ты думаешь, а, значит, не мое. Это, конечно, шутка насчет этого, принял, не принял. Это, конечно же, шутка. Я встречался с людьми, так как был дождь. Я встречался с людьми из мира недвижимости, общался, смотрел цены. Мне показалось, что это дороговато. Мне показалось, что это дороговато. Бали, мне кажется, это все-таки для людей, у кого... Кто большими компаниями переезжает туда, вот, ну, то есть, сообщество организует, это космическое место. Если человек просто хочет туда приехать ненадолго, ну... Вот, если сравнивать Таиланд и Бали, я просто выбрал для себя Таиланд, вот так. То есть, многие люди выберут Бали, и они будут правы. Окей, смотри, сейчас, ну, в силу обстоятельств политических, у нас фактически для россиян существенно закрыта Европа и прочее-прочее. Понятно, что есть возможности, но тем не менее. Но у нас есть Турция. Почему ты не доехал до Турции? Вот тебе бюджет. Турция. Мало того, если верить статистике, по-моему, за прошлый год, если брать иностранцев, именно россияне купили самое большое количество недвижимости в Турции. И это привело к тому, что Турция подорожала в среднем на 2,5-3 раза. Ну, у них инфляция там под 70%. Если человек покупает такую квартиру для перепродажи сегодня, нельзя ему обещать, что завтра эта квартира, которая выросла примерно в 3 раза, вырастет еще. Так ведь? То есть, уже высокая база, условно. Да, то есть, окей, хорошо было купить в прошлом году, когда многие покупали, но покупать сейчас для жизни хорошо. Вот, повторюсь, для жизни в каждой стране покупать здорово, если тебе там нравится, бери. Но брать квартиру в Турции у застройщика сегодня, когда она подорожала в 3 раза, именно там, где подорожала, может быть, она не везде подорожала, в среднем по больнице, да? И взять, чтобы перепродать в следующем году дороже, ну, не знаю, для сдачи в аренду, окей, опять же. Вот, но что мне, если сравнивать рынки, в Дубае есть сезон с мая по сентябрь, включительно, когда, как говорят местные жители, сохнут глаза. И дешевле соответственная аренда, и все-все-все. На Бали я попал в сезон дождей, в такой, в которой даже в теплой стране не хочется выходить на улицу. В Турции какая-никакая зима, насколько я знаю, есть. И там очень красиво, классно, но недвижка подросла. Сильно подросла она в Турции, сильно подросла она в Казахстане, по одним и тем же причинам. Сильно подросла она в Дубае, в Грузии, да, на северном Кипре. Это в Казахстане уже откатило? Да, я просто про что хотел сейчас как раз добавить, что я знаю, что в Грузии, в Казахстане точно назад цены пошли, потому что это было слишком много, потому что слишком высок. То есть, почему в аэропорту дороже всего вот эти вот ошейники для сна, да? Самый большой спрос. Да, в супермаркете не продажут такие деньги. Вот то же самое, спрос высокий, цены выросли, прощупали рынок, вверх нашли и покатились. То есть, я не знаю, что будет в Турции, я не говорю, что она укатится вниз, я не говорю, что она уйдет вверх. Мне кажется, просто после вот такого роста нет объективных причин расти сильно еще. В Дубае, ну, то есть, можно много строить, нет ограниченного ресурса земли. Таиланд. Сезон круглый год, сезон дождей не такой тяжелый, да, то есть, его там практически нет, говорят, да, ну, то есть, он не такой критический, то есть, ты от него не будешь прятаться. То есть, цены на все адекватные и, ну, большая, большая вариативность путешествий вокруг, то есть, вот эти острова различные, озера, там, аватар снимали там же, да, там, недалеко тоже. Очень классные, вот у меня ребята были в этом месте, я так и не доехал. То есть, эти скалы вот эти вот растут, это же невероятно все, это классно. При этом, людей немного, и пока во всем мире... Сейчас немного. Немного. Немного, даже в декабре, в январе, в феврале, это более широкие дороги, чем на Бали, и намного меньше машин, очень чистенько, хорошо, то есть, да, и пока во всем мире росли цены, предыдущие, там, почти три года, в Таиланде была пандемия, и страна была закрыта для туристов, и только в сентябре туда начали попадать люди, русские, насколько я знаю, только с октября, а китайцы, которые по статистике являются 60% покупателей Таиланда, попали туда только в середине января. А японцы еще не открыли для японцев? Потому что японцы... Японцев не видел, я всех там видел, но японцев точно не видел, знаю, что они сильно отличаются от... Я теперь начал различать азиатские нации, то есть, японцев я не видел. Я, поскольку вырос в Алма-Ате, я различаю азиатские нации, и казаха могу отличить от киргиза, от узбека. Не всегда, но, тем не менее. Вот. Я был в Таиланде, к сожалению, 20 лет назад. Это другой Таиланд. Да. Но даже тогда японские туристы ценились больше, потому что они просто богаче. Вот российские, как и в Турции, ценились меньше, потому что они просто другой человек. А вот японцы прямо тогда ценились, и прямо вот для них там инфраструктура была сделана, включая там индустрию секса. Но это отдельный разговор. Отдельный эфир. В итоге, я так понимаю, что ты, ну что называется, сравнил по параметрам условно 4 страны. А были еще какие-то страны в твоем списке, которые ты сравнивал? Я не пустил в этот список Северный Кипр, который мне очень сильно предлагали. Почему? Потому что знаю, что в прошлом году тоже сильно подросли. У меня есть на самом деле такая особенность. Я с клиентом меняюсь местами и ставлю себя на место клиента. И я себе подбираю как клиенту, а клиент как себе. И я думаю, окей. То есть деньги вкладываю клиенту как свои собственные. Ну вот, например, мы купили квартиру на Северном Кипре клиенту для инвестиций. И он захотел поехать туда, например, пожить. Много ли людей приедут просто случайно в Северный Кипр? Неизвестно. То есть большинство стран, там, я не знаю, Мексики, Кубы, Мальдивы, Доминиканы. Все супер, все классно. Страны удивительно хорошие. Но если человек социальный, если хочешь видеть людей, то своих тех же самых, с кем ты общался, например, здесь в стране, я думаю, многие солидарны тут со мной, то там ты их особо не встретишь. А вот в Таиланде, я пробыл три месяца с перерывом, небольшим, дней на 10. Люди, которые прилетали туда в декабре, во-первых, есть многие, кто там живут, прям, обосновались, очень нравятся, с семьями, с детьми, с садиками, школой, там, все сейчас хорошо существовать. И эти люди уже возвращаются повторно. В марте, в апреле, в мае эти люди снова прилетают туда. Люди с различным достатком, кто-то с высоким, убирают снова Таиланд. Из всего многообразия они снова едут в Таиланд. И для меня это высокий показатель. То есть мое окружение едет туда второй раз за полгода. Это значит, им там нравится. Если людям там нравится, по статистике люди покупают недвижимость, если где-то за границей, то, скорее всего, туда, там, где путешествуют. И значит, какая-то часть из этих людей будет эту недвижимость покупать. А ее там не так много. Достойных застройщиков не много. Не так много, как могло бы быть. То есть остров не такой огромный, 70% заповедной зоны, 1% земли в шаговой доступности от моря. Все. То есть она закончится и конец. Ну, то есть и дальше середина у острова еще где-то. Перекупать, перепродавать друг другу. Ну, все, там ограниченный ресурс. И для меня это самый высокий показатель. Если ограниченный ресурс земли, но надо брать там, где есть. Если туда ездит много людей, значит, кто-то из них будет покупать. Если будут покупать, значит, цены будут расти. Все просто. Если людям там нравится, значит, они купят. Логично. Ты даже меня убедил. Вот я тоже, когда я ставлю себя на место зрителя, я тоже иногда думаю, вот, а мне-то продали идею. Вот ощущение, что наполовину продали точно. То есть, как минимум, я хочу съездить посмотреть. Поэтому, если вдруг вы тоже захотите съездить посмотреть, там в описании все данные есть. Особенно после словов, что теперь другой тай, чем 20 лет назад. Я могу еще чуть-чуть пояснить еще. Да, даже не то, что был 20 лет назад. Даже не тот тай, который был 5 лет назад. Потому что сейчас, ну, сейчас во многие страны переехали многие русскоговорящие. То есть, не только даже из России, да. И многие из этих людей организовали там бизнесы. Это правда. Много IT-бизнесов там сидит. Да, и помимо IT-бизнеса, он не каждого коснется даже, может быть. Это да. Но, например, русские кафешки. То есть, ты не обязан есть тайскую еду, если тебе, ну, то есть, не хочется. Если хочешь есть русскую еду, ты ешь русскую. Манты, пельмени, борщи, куриный супчик покушать ты можешь. Сырники я на завтрак ем и прочее, прочее. То есть, завтраков просто больше выбора, чем порой у себя в городе. И для меня это безумно было важно. Там просто, ну, в Таиланде многие жалуются иногда на то, что там слишком острая пища, еще прочее, да. Если плохо с желудком становится, реклама белого кролика. White rabbit, пейте, да. Она очень спасает, типа нашего полисорба. Вот мне не пригодилось, потому что я съел паттай первый день. И потом понял, что я дальше хочу есть только, ну, русскую пищу. То есть, как я ел в России. Она не дороже там? Просто я помню, когда я первый раз в Таилан летел, у меня знакомые, которые там жили, а к тому моменту уже первый бум Таиланда и вообще за рубежи прошел, они попросили привезти гречку, потому что гречки там не найдешь. Сколько угодно сейчас заходишь. Да, и почему я веду, то, что русские открывают заведения своих достаточно много. Там русскоговорящие уже есть и официанты, и бармены в том числе порой, да. И в целом, если людям нравится и переезжают туда люди, делают бизнесы, они будут делать более крупные бизнесы. Я думаю, что остров будет еще красивее, он будет расцветать, потому что люди будут туда вкладывать свои деньги. Я думаю, через 5-10 лет мы увидим совершенно другой Пхукет. Потому что это место шикарное, оно нравится, и для бизнеса оно тоже подходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!